МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это недорогая технология под управлением уникального программного обеспечения, разработанного в нашей компании, которая объединяет математическую модель, очень умную, очень сложную, с трехмерной графикой, очень реалистичной, по сути, погружая обучаемых в предмет их обучения. Российские морские тренажеры включены в процесс сертификации мореплавателей в 90 странах мира. Можно загрузить любой флот, любой порт. Наши симуляторы очень популярны среди моряков, потому что позволяют даже всей команде вместе пережить 9-ти бальный шторм и выйти сухими из воды. Эта картинка получается посредством сложения трех изображений. Вот мы сверху видим три проектора. Почему-то его несет вправо. Наверное, вам стоит порулить влево. А, то есть он учитывает движение волны. Основной штат компании – программисты, очень умные программисты. Созданной ими базе симулятора 400 типов судов, точнее, их физические и 3D-модели. Это информация с реального судна. Скорость, повороты, торможения. Имея вот такую информацию, настраиваем модель, чтобы модель была похожа как можно больше на реальный пароход. Тренажер позволяет максимально точно отработать бесконечное множество реальных ситуаций, хотя никто это множество, конечно, не прописывает. В программе модель окружающего пространства, модель корабля и законы их взаимодействия. Когда подключается ученик, виртуальный мир как бы оживает. Корпус судна состоит вот из таких вот элементов. Продольное сопротивление, поперечное сопротивление, момент, взаимодействие с волной. И прописаны в коэффициентах. Настраивая эти коэффициенты, мы и делаем нашу работу. Танкер, наполненный сжиженным газом, задача обучаемого – разгрузить его безопасно. Разгрузка. Прекрасно. В данном случае вы инициировали разгрузку танкера, который не подключен к системам терминала. Газ начал вытекать из танкера в открытое море. Программа вашу ошибку записала в лог. И в данном случае у вас были бы проблемы с получением соответствующего сертификата. По сути, игра имитации управления лайнером выглядит вот так. Сборка капитанской руки происходит уже в классах. Первые испытания всегда достаются опытным капитанам, чтобы проверить разработчиков. Таким образом, за четверть века эта игрушка из России превратилась в общемировую копилку знаний о майхотстве. А я вот как прошла задание? Будь на реальном судне – это вы бы утонули. Хорошо, что можно потренироваться.